Донецк Еще каких-то 12 лет назад в этом городе проводились игры чемпионата Европы по футболу и матчи Лиги чемпионов, куда приезжали сотни тысяч гостей со всего мира. Пять матчей в Донецка, по данным мэрии, посетили 300 тысяч иностранных болельщиков. Больше половины прибыли из ближнего зарубежья. Джонатан покидает Донецк с хорошими впечатлениями. Я провел здесь три недели. Кемпинг отличный. Три недели здесь прошли идеально. Не верится, что многотысячный стадион, забитый под завязку людьми, хором пел украинский гимн. Просто мурашки по коже. Разве можно себе представить, глядя сегодня на столицу Донбасса, что здесь выступали такие мировые звезды, как Риана и Бейонсе? С Юрием под впечатлением от первых двух песен Бейонс. Сейчас она активно общается с донецкой публикой. Сложно выобразить, что Донецк когда-то возглавлял рейтинг украинских городов лидеров экономического развития. Столица Донбасса, по версии составителей рейтинга, заняла первые места по таким критериям, как уровень оплаты труда, безопасность жизни и рост жилищного строительства. А в 2012 году шахтерская столица обошла Киев и стала самым богатым городом Украины. Шахтерская столица стала лучшей в стране по сумме оценок 20 факторов. В рейтинге учитывались уровень обеспеченности, средняя зарплата, расходы городского бюджета на одного жителя, уровень занятости и безработицы. Представляете, в Донецке можно было приехать в новенький современный аэропорт и улететь из него на самолете, например, в Барселону или Лондон. Но неужели все это было в реальности? И ведь не так уж давно по меркам истории. Площа нового терминалу понад 60 тысяч квадратных метров. Это семиповерховая дзеркальна будивля с эстакадами, подъемниками, крамницами и автопаркованиями. Новый аэровокзальный комплекс единый в Украине, который, благодаря современному обладнению, сможет застручать летаки всех типов за будь-якой погоды. До 2014 года город расцветал, динамично развивался, экономический рост был прогрессивным, полон жизни, перспектив и будущего. Сюда переезжали из соседних регионов Украины. Жить здесь считалось довольно круто. А что же сейчас? Город сильно изменился. Намного, мне кажется, беднее стало. Буквально сразу после прихода на Донбасс рашистов с флагом Квази-Республики ДНР, Донецк начал стремительно увядать. С каждым днем все сильнее превращаясь в недееспособную серую зону, в которую превращается абсолютно все, к чему прикасается русский мир. Все больше пустеющих каких-то зданий, помещений даже в центральных районах города. Просто невостребованы, не используются. Бывшие какие-то магазины, даже бутики какие-то. О чем тут говорить, если даже один из лидеров боевиков Саня Ходоковский, приехав в 2019 году в столицу недореспублик ДНР, слегка опешил эту падку, к которому он, собственно, и приложил свою руку. Запустение, оно более бросилось в глаза, чем для тех людей, которые не покидали территорию. Меньше стало, я не знаю, каких-то признаков цивилизованности, что ли. Ну как без боли можно вспоминать про тот же Донецкий аэропорт, от которого остались лишь руины? Или стадион Донбасс-арена, который называли бриллиантом города? Местным жителям остается лишь ностальгировать о тех прекрасных временах, когда Донецк дышал полной грудью и процветал. Хочется увидеть людей, людей, чтобы все ожило. Даже жил этот мяч, который крутится. Даже он, чтобы в него тоже была, в нем была жизнь. Как ни странно, за пробками, которые были всегда в час пик у нас. За лоском, за красотой, какой у нас был город. А какие праздники проводились в городе? Какие звезды сюда приезжали выступать? На городские мероприятия до 2014 года здесь денег не жалели, пытаясь соперничать в этом вопросе с Киевом. Да городские власти и местный бизнес не скупились на праздничное шоу с карнавалами и салютами. И на выступления топовых в то время украинских и иностранных артистов. Чувак, это тебе, лицарский-мецкий, а мы в Донецке. И в москавецкий, кого сыпи в Донецке. Йо-йо, там, босс, вы за нас, за нас. Но случилась псевдо-ДНР, и праздничные мероприятия в Донецке стали напоминать совковые пропагандистские концерты. По примеру, каких-то провинциальных городков. А популярных артистов заменили давно угасшие и забытые звезды из прошлого. И русский язык — это мой родной язык. И запретить говорить на нем ни одна сволочь мне не сможет. В 2014 году РФ говорила, что принесет на Донбасс расцвет промышленности, большие зарплаты и сплошное процветание. Но после прихода сюда расшистов некогда успешный Донецк молниеносно отбросило как можно дальше от современной цивилизации. В самую нищую дыру, из которой массово бегут люди. Кадры уезжают, повара, официанты, бармены, арт-директора, просто директора. Работать не с кем практически. О чем говорить, если даже посудомощицу уборщицу уже стало тяжело найти. Никто не хочет развиваться, бизнеса нет. Постоянно идет увеличение давления на людей, кто хочет что-то заниматься. Многие уезжают просто, бьют и уезжают. За облачные зарплаты и пенсии, естественно, остались где-то далеко в пропагандистской реальности. Жители, по сути, богатейшего города начали стремительно беднеть. Но разве кремлевским гауляйтерам есть дело до проблем простых людей? Все прекрасно знают, что тут, которые заходят деньги, они просто разворовываются. Вот минимальные прожиточные в 6-7 тысяч на данный момент, как в цену в магазине, это смешно. Люди живут в проголах. Я вам скажу другое. Я живу здесь в центре города, на набережной. Обидно, когда женщина в возрасте заходит, говорится, в мусорка. На благополучный в прошлом мегаполис они также благополучно забили. И больше всего не повезло коммунальной сфере. В Донецке все эти годы не проводились необходимые ремонтные работы. Отсюда со временем абсолютно закономерно полезли постоянные прорывы и аварии. В 2019 году прорвала канализационная труба, в результате чего все отходы оказались в подъезде. Вот подвал нашего дома. Артема 165. Залито все говном. И это с 2014 года. У нас очень много прорывов, которые никто нигде не делает. Естественно, с таким подходом коммуникации надолго не хватило. После начала полномасштабной войны Донецк накрыл поистине коммунальный хаос. Я вообще не знаю, как жить. Это за эту операцию военную? Ни один человек, ни с администрации, ни с ЖЭКа. Мы ни один, никто не приходит ко мне. Я не платила и платить за воду не буду. Приезжайте, обрезайте. Как видите, в наших батареях вакуум. Воды как не было и нет. Посуду. Плачем вот. Нет. Немного просто. А так-то мы вдвоем не тащим. Кавит дурость. Тяжелом, как я хочу. А зачем? А сейчас? Чего, когда есть? Неплохо тогда ждать ливня, чтобы посудку помыть. Какой там век на дворе, говорите? Стоишь, ты голову задрался. И голову не можно к нам. Вода качается и плещет. Комментирует. Интересно получается. Мордор пришел в Донецк людей от мифических бандеровцев спасать. А вместо этого спас их от воды в кранах. В общем, огромная радость. На улице 9,52. А у нас стирает машинка. Вот. Стирает. На все возмущения граждан представитель так называемой ДНР ответил очень красноречиво. Ну, конечно, у вас скважина, если есть вам, зачем вам эти проблемы? Я не тебе скважина. Ну, так мы готовы... Что ты меня цепляешь за скважину? Я заплатил их с ладони. Ну, так мы лучше скваживайте. Заплатите вы и платите. Вы меня нахерну сразу. Ну, вот и самое главное. Выходите на бочку. Вполне себе в стиле русского мира. Конечно же, им по барабану, что жители Донбасса, которым они и их кураторы обещали золотые горы, месяцами сидят то без воды, то без электричества, то от холода в своих квартирах замерзают. Люди добрые. Вот тут по улице находится приют собачий. Вчера кричат «Ура! Нам свет подключили!» Нас опустили ниже собак, потому что собакам свет дали, а людям здесь нет. До полномасштабного вторжения РФ в Украину на оккупированных частях Донецкой области хватало людей, которые считали, что в ДНРе и все так плохо, потому что матушка Россия эти территории официально в свой состав не включила. Многие думали, Россия заберет. Ну, Россия не забирает. Экономически ДНР сам себя не вытягивает. Ну вот дождались. Осенью 22-го Мордор типа признал ЛДНР своими территориями. И как? Произошел долгожданный рассвет. Зажили, наконец, красиво. В 2023-го года мы уже год как в России, а воды нет и нет. Ни жопу помыть, ни яйца. Владимир Владимирович, пожалуйста, родной, помоги, реши как-то этот вопрос. Отопление у вас есть? Нет. Нет и второй год. Два года. Два года нету, да? Вот в многоэтажных домах отопления нет, да? И не обещают. И не обещают. И все трубы рваны, никто ничего не делает. То есть отопления у вас не будет, да? Нет, нет. Категорически сказали, отопления не будет. За прошлый год жизнь в оккупированном Донецке стала и вовсе невыносимой. Коммунальная сфера, на которую забивали годами, начала просто разваливаться на глазах. Холодно, страшно холодно. Больше 14 градусов не поднимается температура. Это с учетом того, что мы топим обогреватели. Как вы выживаете? Говорите, воды нету. Воды нету. Уже 10 дней. Да, больше недели. Входим, родничок тут спасает нас. Все старики и прочие больные, дети, то же самое. Не могут никак на этажи таскают воду. Мне позавчера стало плохо, вот на третьем этаже. Период сухого закона выкручивается как может. Это средство для того, чтобы хотя бы каким-то образом помыть руки. Глядя на все те видео, которые стали заполнять интернет, просто не верится, что речь идет о некогда прогрессивном и цветущем Донецке. На дворе 2024-й, а местные жители месяцами не видят ни света, ни тепла, ни воды. Жителям микрорайона Текстильщик приходится топить снег, потому что график подачи воды, который установила оккупационная власть, не соответствует действительности. Люди в отчаянии записывают видео и говорят, слава богу, что есть снег. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21 век. Уважаемый Денис Пушилин. Может, хватит пиариться и дарить в Москве розы на ВДНХ? А может, надо заняться проблемами Донецка? Нашли, чьей совести взывать? Знатного мошенника Пушилина. Каждый МММщик, включая Сергея Пантелеича Мавроди, включая каждого из нас, это мошенник. Ему уж точно до печки, что дончане снег в ведрах топят, чтобы воды себе добыть. Каменный век не иначе как. А еще это вполне смахивает на типичные будни российских регионов. Вот водичка капает ведро с крыши. Вот этот лед топится, наливается. Вот в эти поклажки. Вот так и живем. Дончане. Эти видео на контрасте с кадрами довоенного Донецка выглядят как какой-то фильм о плохом будущем. Но как так? Люди же жили в богатейшем городе, экономика которого неслась вперед, не видя преград. А теперь они воду из снега или дождя добывают, сидят в квартирах в пуховиках и мечтают о самых базовых бытовых вещах. Пусть на два, на три часа, ну пусть они дадут нормальное давление. Этой же водой мываемся, этой же водой посуду моем. Мы уже привыкли. Эксперимент над дончанами идет конкретный. Лаборатория какая-то. А мы подопытные крысы. И такая дичь происходит не только в отдаленных районах Донецка. Вон на главной улице города люди забыли, как это жить просто по-человечески в нормальных условиях. И этажный дом в центре города, на улице Артема, полностью брошенный. До нас в конце октября отопления не было вообще. Еще и платить за все неоказанные услуги заставляют. А вот сейчас теплые батареи. Неверные. И эти так называемые услуги за свои же деньги. Жильцы опасаются, а счета придут немалые. Так они будут по счетчику накручивать, а мы должны за холод платить как быть. А я 10 тысяч только получаю. Вот, например, я получила на трехкомнатную квартиру только за январь. Тысячу рублей. Ну, с какой стати? У нас ни одного дня все эти месяцы не было отопления. Даже отбитые коллаборанты в шоке от такого отношения Рефи и к тем, кого они обещали обогатить. Это Донецк, это не самые обстреливаемые районы. И все равно люди живут как в каменном веке, просто вот, неделями. К ним никто не приезжает, ничего не ремонтирует, на них наплевать. Впрочем, а зачем им о Донецке сильно переживать? Этот город отыграл свою пропагандистскую роль еще 10 лет назад. Теперь для пиара у них есть Мариуполь. Ну, в Мариуполе счастье по сравнению с Донецком. А Донецкие просто какие-то проклятые. Никто им ничего не выдает. Вот, никто ими не занимается. А тем временем в Донецке просто несется коммунальная катастрофа по всем фронтам. Местные жители жалуются буквально на все. То транспорта не дождешься, чтобы доехать из точки А в точку Б. Долгое ожидание общественного транспорта – это наболевшая проблема для жителей Донецка. Трамваи ходят очень редко, порой пассажиры ждут их по 40 минут. То из мусора гниющего во дворах уже целые терриконы выросли. Вот такую картину можно наблюдать по городу. Переполненные баки встречают нас практически по всей дороге. Это кошмар на земле, который лежит три года, и он не убирается по полгода. И мы не можем ничего сделать. Сколько мусор собирается здесь определить сложно. А на подходах к бакам уже характерный запах. Да, кстати говоря, в 23-м проблема с вывозом мусора в Донецке обострилась как никогда. Посмотрите только на эту красоту. Вот это столько мусора. Уже крысы тут бегают. Мусор практически не вывозят, особенно ближе к ЛБС. Город, который проводил чемпионаты Европы по футболу, нынче утопает в помойках. Согласитесь, картина просто удручающая. И очень напоминает типичные реалии рашистской глубинки. Но чем вам не Чита или какой-нибудь Челябинск? Мистер Кушилин, чем вы занимаетесь на своем посту? Вы глядя, что происходит на улице Нижняя Кудинская, 3. Тут просто мусор не убирается уже, вонь стоит. А полная антисанитария. Я не знаю вообще, есть у этого человека какое-то, я не знаю, понятие, честь и достоинство. И об этом же вещают провластные шавки-пропагандисты. То есть нам ничего даже искать не надо. Вот их сюжеты. Сегодня в ряде районов города Донецка сложилась острая ситуация с вывозом мусора. Вывоз мусора производится, но не хватает автотранспорта, не хватает, самое главное, рабочих рук. Рабочих рук, говорите, не хватает? Правильно, как же их будет хватать, если почти всех местных мужиков на СВО забрали? И в местных штурмах умирать отправили? А теперь жалуются, что в коммунальном хозяйстве беда из-за дефицита кадров. На четверке один человек работает, то есть только один вагон ходит, да? Да. И на тройке один вагон ходит. На шестнадцатый один вагон ходит. То есть сейчас, в принципе, большая нехватка кадров, да? Да, да. Не на чем ездить, и водителей нет, и трамваев нет. На предприятии отмечают, что есть большой кадровый дефицит, поэтому своевременно избавиться от проблем просто нет возможности. Из тридцати шести слесарей на сегодняшний день работает всего три. Помимо всего прочего, жители Донецка, который, напомним, в двенадцатом году подвинул Киев в рейтинге самых богатых городов Украины, жалуются, что город беднеет с каждым днем все сильнее. Зарплаты остаются мизерными, а цены взлетают просто в космос. Вот так с пустой корзиной можно и уйти из магазина. Если с собой рублей 500, то этого может не хватить даже на килограмм куриного филе и десяток яиц. Сейчас цены резко возросли, и, не заметите, это очень тяжело. Цены баснословные. На все. Что ни кинься, хлеб, все, везде. Еще каких-то 10 лет назад Донецк был успешным мегаполисом. Представляете, каким бы прогрессивным он был сегодня. Но теперь в шахтерской столице большим достижением считается то, что во всем мире и в тех же неоккупированных украинских городах воспринимается как абсолютная норма. Вы сейчас просто офигеете. В городе появилась первая касса самообслуживания. У нее находится она в авоське. Выглядит она вот так, и все, что нам надо сделать, это просто сканировать штрих-код. Закидываем нужную сумму, идет оплата, и все, получаем сдачу. Донецк мчался вперед на всех парах. Был чуть ли не образцовым городом. Несложно вообразить, какие бы кафе, рестораны, торговые центры, магазины здесь бы открывались и рекламировались популярными блогерами. Но, к сожалению, сюда пришел настоящий мордор, и теперь тут пиарят суперновомодный, в кавычках, кинотеатр «Звездочка». В Донецке нечего делать и некуда пойти. Дорогие мои, скучны тем, кто скучный по жизни. А мы с вами идем развлекать себя просмотром фильма в кинотеатре «Звездочка». Кто спросит о кассе самообслуживания в комментариях, самообслуживаться будет до конца своих дней. В целом чисто, но кресло уже потрепано, и этот момент немного портит впечатление. А еще комары летают, но это уже вопрос к природе. Или хлебные киоски, которые остались в детской памяти тех, кому далеко за 30. Да, хлебный ларек тоже иногда нуждается в качественной и красивой рекламе. Да, и реклама качественная, и ларек хлебный просто загляденье. Гляди, еще чуть-чуть и окончательно сгниет и завалится. Будете на текстильщике, обязательно приходите в наш хлебный ларек и почувствуйте настоящее качество вкусного, свежего, ароматного хлеба. Добро пожаловать всем любителям выпечки. Вот они теперь какие звезды оккупированного Донецка. Зовут этого недоблогера-риэлтора Кирилл Сириус. И он в псевдореспублике ДНР пиарит абсолютно все вокруг. Хлебные киоски, машины рашистского автопрома, квартиры с допотопными коврами на стене и такие же невзрачные магазины образца 2000-х с кучей дешевых китайских товаров. Долгожданная скидка на шикарные два в наличии колхозника. А еще киоски с шаурмой на остановках. Пересечение Марии Ульянова и проспекта Ильича. Открытие новой шаурмы. Гриль-шеф, где вы можете попробовать и баскеты, и картошку фри, и шаурму, и куриную, и свиную, и куриц-гриль в одном месте. И увидеть шеф-повара лично. То есть весь мир. Шагай вперед. А вы возвращаетесь и ностальгируете? Кажется, что все это несерьезно и вообще какой-то стеб. Но нет. Таков нынче в Донецке маркетинг. И записывайтесь, девчонки для вас делают чудеса. Будьте самыми красивыми на новогодней елке. Босс, это то, о чем вы так мечтали. С Сириусом по таким, как они говорят, шикарным местам, очень часто бродит и так называемая мисс ДНР Алина Андреевская. Кстати, признавайтесь, примерно так вы себе и представляли королеву Квази-Республики? Это то, что я давно хотела приобрести, но у меня все не доходили. Мой шикарный полотенц, мой любимый розовый цвет, цвет барбер. Великолепные чашки, шикарные кружки. Их реклама новогодних китайских товаров – это вообще нечто. А правильнее сказать, самое настоящее убожество и типичный Russian style. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Сразу бросается в глаза очень много игрушек. Яркие, разноцветные, веселые. И разных размеров, Кирилл, мало того что. От маленьких до самых огромных. Настоящий русский Дедушка Мороз. И Сеурочка. Да, Сеурочка. И вот такие классные игрушки по желанию. И глядя на все это, становится совсем не смешно, а скорее очень грустно. Вспоминая, каким невероятно классным был Донецк до 2014-го, еще больнее осознавать, каким бы современным, напичканным технологиями, крутыми заведениями, ТРЦ, супермаркетами он мог бы стать. Но Мордор отобрал этот шанс у дончан. И угробил абсолютно все. Откинув местных жителей в настоящий каменный век. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Добасе. Так что, если до сих пор еще существуют уникумы, мечтающие о недовеликой Рашке, пусть посмотрят на Донецк, пусть увидят, на что способен реальный русский мир. И хорошенько задумаются, о таком ли будущем они мечтают для себя и своих детей. Продолжение следует...